Всем привет! С вами Елена Вивас из Аргентины, и сегодня я хотела бы с вами осветить вот какую тему. 17 навыков, которые необходимы для вас, если для своей миграции вы выбрали такую уникальную и экзотическую страну, как Аргентина. Все, о чем я буду сегодня говорить, это мой личный взгляд на этот вопрос, который основан прежде всего на моих трех эмиграциях и на моем огромнейшем опыте жизни в эмиграции. У вас, естественно, может быть на это абсолютно другое видение, и это нормально, мы все разные в этом мире, да, и поэтому, если вы с чем-то не согласны, вон там вот внизу в комментариях можете об этом написать, а я и другие зрители моего канала с удовольствием почитают ваше мнение на эту тему. Итак, погнали! Навык номер один. Родные привычки оставляйте на родине или в той стране, откуда вы приехали в Аргентину, потому что Аргентина – это абсолютно другая страна со своим сложившимся укладом жизни, и ваше видение на то, как здесь должно быть, с вашей точки зрения, здесь абсолютно никому не интересно. Раз вы выбрали эту страну для эмиграции, значит, вы должны принимать здешние правила игры. По-другому просто быть не может. Навык номер два. В любой эмиграции нужно развивать гибкость ума, потому что вы сюда только приехали, вы тут, так если можно сказать, новенький. Поэтому для того, чтобы чего-то добиться в этой стране, и это нормально, это не только в Аргентине, это абсолютно в любой стране мира, вам понадобится намного больше усилий, чем любому местному жителю, который здесь давно, который живет с детства, который лучше вас знает, как здесь, что крутится, вертится, какие винтики, кто с детства обзавелся друзьями, которые могут по жизни здесь помогать, кто обзавелся необходимыми знакомствами и так далее и тому подобное. Поэтому гибкость ума – это наше все. Навык номер три. Научитесь замечать вокруг красоту. Потому что эмиграция, на самом деле, это очень сложный процесс, который может просто из вас вынуть всю душу. Но не забывайте, что вы приехали сюда для того, чтобы прежде всего улучшить свою жизнь. Так вот, научитесь наслаждаться этой новой жизнью. Научитесь замечать красоту вокруг. Найдите любимые парки, рестораны, места для отдыха, где вам было бы комфортно, любимые музеи, в которые бы хотелось заходить снова и снова. Заведите привычки создавать уют. Потому что иногда из вот таких вот, казалось бы, иногда ненужных мелочей и складывается наша жизнь, да. Ну, придумайте для себя какие-то новые ритуалы этой жизни. Они могут быть позаимствованы как у местных жителей, так и просто, возможно, это из какой-то вашей детской мечты или не обязательно детской, недавно родившейся, да, например, проводить. Вечер при свечах по субботам. Ставить шикарный букет на стол во время воскресного обеда. Утренняя пробежка в красивом парке, где много экзотических растений. Или вечером ходить к океану или в горы, да, в зависимости от того, в какой части Аргентины вы живете и наслаждаться потрясающими закатами. Потому что закат над океаном, он всегда красивый. Поскольку лучи заходящего солнца, они такими красками раскрашивают небо, что, ну вот, серьезно, не нужно никаких телевизоров, не нужно заходить в никакие соцсети, где просто вот льется постоянно какой-то непонятный негатив, который вам абсолютно не нужен. Найдите те точки соприкосновения с этой страной, которые будут давать вам наслаждение. По выходным как можно чаще выезжайте куда-нибудь за пределы города. Или даже в самом городе, в котором вы живете, заранее составляйте план, как вы проведете этот выходной день, какое новое место вы увидите. Например, если вы живете на территории Буэнос-Айреса, здесь такое количество красивых, интересных мест, да. Познавайте вот эти вот районы. Каждый выходной вы берите для себя так. Например, в этот выходной я поеду в Сан-Тельмо, погуляю там или возьму экскурсию с кем-нибудь, по экскурсоводам посмотрю, поизучаю новые места. Понравилось? Опаньки, на следующий выходной. Так, я вот здесь еще это, это и это хочу посмотреть. Можно еще раз туда же пойти, в этот район, уже получив дополнительную информацию с каких-либо источников, да, уже расширить немножко свои прогулки по этому району. На следующие выходные там выехали в Тигры, погуляли по набережной, взяли лодочку, покатались на лодочке и так далее. То есть составляйте для себя активные выходные, которые, во-первых, вам будут поднимать настроение, во-вторых, которые будут вам расширять ваш кругозор о том месте, где вы живете, причем неважно, там, в Буэнос-Айресе вы живете, в Тукумане вы живете или вообще, в принципе, отправились в другую страну этого мира. Но вот такие вот выходы в свет, если их можно назвать, они всегда вам будут помогать все больше и больше, вот так вот точечно, да, соприкасаться с этой страной, понимать эту страну. И самое главное в данной ситуации, это получать наслаждение от того, что вас окружает в этой новой стране. Приехали за новой жизнью? Вот ищите эту новую, интересную, лучшую для вас жизнь. Не надо акцентироваться на негативе. Простите, но свинья везде грязь найдет. В какую бы самую замечательную страну мира вы не переехали. Поэтому научитесь жить на позитиве. Навык номер четыре. Используйте свои уникальные навыки. Посмотрите вокруг, поймите, в чем вы сильнее, чем местное население. И тогда вы сможете свои уникальные навыки превратить в свой прибыльный бизнес. Очень часто можно на форумах иммигрантов читать, а подскажите, на что выучиться для того, чтобы приехать в ту или иную страну и начать там зарабатывать. Или какие ниши в Аргентине свободны, свободны, где можно зарабатывать, куда приложить свои усилия. Ниша-то может быть и свободна, но вы в этом не специалист. И если вам эта тема не интересна, вы никогда не сможете стать лучше других. Научитесь жить так, научитесь строить свою жизнь так, чтобы свои личные интересы, свои навыки, какие-то свои хобби превратить в бизнес, превратить в доходный бизнес. Потому что, когда вы горите каким-либо делом, когда оно вас зажигает вот там вот изнутри, это видно всегда. И только тогда к вам потянутся люди. Не потому что вы умеете гвоздь в стену вбивать, его все могут вбивать, а вы его так можете красиво вбить, как никто художественно, не знаю, пританцовывая, присвистывая, еще как-либо, что люди захотят, чтобы этот гвоздь в их стену вбивали только вы. Вот тогда вы будете востребованы. Вот тогда экономически вы будете успешны. Вот научитесь так строить свою экономическую жизнь, чтобы оно вот там вот всегда горело и привлекало ваших потенциальных клиентов. Потому что мы абсолютно все уникальны. И я не верю, что кто-то может сказать, у меня нет никаких хобби, а я ничего не умею. Ну, это нужно быть, я не знаю, полным бревном. Если вы заработали деньги на то, чтобы прилететь в Аргентину, значит, вы что-то умеете делать. Все мы с детства чем-то увлекаемся. Вот поковыряйтесь там вот внутри себя, и вы обязательно эти навыки найдете, которые вам помогут облегчить вашу жизнь. И не только облегчить, а превратить ее в праздник. Навык номер пять. Обзаведитесь друзьями среди местных. Аргентинцы, они очень добродушны. Они очень приветливые. Вы посмотрите, у меня в комментариях уже сколько аргентинцев пишет здесь, на ютубе, который я веду на русском языке. У меня такое впечатление, что уже аргентинцев меня смотрит больше, чем русскоговорящих. Потому что им интересно соприкасаться с другой культурой, им интересно ваше мнение об их стране и так далее. Поэтому, если только захотеть, вы всегда можете среди местного населения найти очень много друзей. И вот когда у вас будет много этих друзей, вы лучше сможете понять эту страну, потому что они вам будут тоже рассказывать свой взгляд на то или иное. Вам легче будет влиться в эту жизнь, потому что какие-то постоянные мелкие бытовые вопросы, потому что здесь абсолютно все устроено по-другому. Вверх ногами мы здесь ходим в Аргентине. И вот когда у вас будут эти друзья, вы даже в разговоре, не обязательно каждый раз звоните, спрашивать, Хуан, подскажи, помоги и так далее. Вы просто с ними идете где-нибудь там венца попить, мясо поесть. Идут какие-то постоянные разговоры, и всегда фундаментом этих разговоров, фундамент любого разговора, это какие-то жизненные навыки. И когда вы будете внимательно прислушиваться, вы будете это понимать. Ну и естественно, они всегда и с удовольствием ответят на любой ваш вопрос, который интересует вас об этой стране. Потому что аргентинцы в большинстве своем, они гордятся быть аргентинцами. Более того, жители Буэнос-Айреса, который называется Порт Эйниас, потому что они в порту живут, они вообще считают, что лучше Буэнос-Айреса нет ни одного города в этом мире. И тогда они помогут вам влюбиться в этот город. Вы тогда сможете смотреть на то место, где вы живете глазами местных жителей и понимать, за что они это любят, почему здесь устроена так, алина, не иначе. И так будет быстрее проходить интеграция. Я, кстати, часто слышу такие мнения от наших, а мы не хотим интегрироваться, мы хотим оставаться русскими, украинцами, белорусами и так далее. Да никто вас не заставляет стать аргентинцами. Вы остаетесь тем, кем вы родились, и это нормально. Да, любого аргентинца, когда вы встречаете, он при первом знакомстве вам рассказывает все свои корни, да, кто из какой страны приехал, дедушка, бабушка. И они себя называют аргентинцами, ну, итальянского, например, происхождения. Или я там аргентинец с русскими корнями, таких здесь тоже много. Они это все знают, они это любят. Так же и вы. Вы, если эмигрант в первом поколении, даже когда вы получили паспорт Аргентины, вы все равно еще остаетесь русским. Но чем больше у вас интеграция в местную жизнь, тем легче вам будет жить. Хотите, не хотите. Хотите жить со сложностями, преодолевая каждый барьер, пыхтя и с трудом, ну, это уже ваш выбор. Я рассказываю вам только о том, как облегчить свою жизнь в эмиграции. У аргентинцев на сегодняшний день еще сохранился огромнейший интерес к нам, к русским, как к чему-то экзотическому. Так что пользуйтесь этим, разговаривайте с ними и будьте счастливы. А вот отсюда уже вытекает следующий навык. Сейчас посмотрю, какой он у меня здесь. А, навык номер 6. Для того, чтобы разговаривать с аргентинцами, общаться с ними, естественно, что нужно сделать? Нужно выучить язык. Мне вот тоже часто пишут, а как приехать в Аргентину без языка? А можно ли найти работу без языка? Если вы хотите жить глухонемым в этой стране, то, в принципе, ваш выбор. Можете не учить. Разговаривайте с местными на русском языке или пытайтесь там разговаривать с ними на английском языке, если вы знаете. Но результатов у вас будет 0,3. Поэтому для того, чтобы прежде всего облегчить свою собственную жизнь, учите испанский язык. Учите аргентинский диалект, если так можно выразиться, испанского языка. Даже если у вас только чисто испанский, классический, этого будет достаточно. При общении с аргентинцами они вас будут прекрасно понимать. А вы через месяц-другой просто мимикрируете уже, как бы, да, вы же будете постоянно их слушать, окружать себя вот этой языковой средой и быстренько перестроиться ваш испанский классический на местный аргентинский. Так что это мой ответ на один из ваших вопросов, а какой язык учить перед тем, как отправиться в Аргентину. Аргентинский, испанский или испанский-испанский? Ну, вы учите вы классический испанский, да? Вы же не будете, находясь в Аргентине, жить только на территории этой страны. Вам же обязательно захочется путешествовать по другим странам Латинской Америки. Поэтому испанский классический, он должен быть в основе. А здесь уже на месте вы сами поймете все эти словечки, поймаете их, тоже введете в свой лексикон и будете прекрасно общаться с местным населением уже на их диалекте. Навык номер семь. Никогда и ни с кем не начинайте разговор о политике, потому что политическая тема в Аргентине, она достаточно щепетильная. И то, как вы считаете правильно, было бы свое мнение о той или иной партии, о том или ином политическом деятеле, это не означает, что ваше мнение, оно является истиной. И что это ваше мнение обязательно все должны разделять. И вместо того, чтобы получить результат, что все подумают, о, какой вы умный, вы можете получить абсолютно противоположный результат. Поэтому старайтесь на эту тему не говорить. Если же уже оно невозможно, если же вам хочется поговорить, для начала я вам рекомендую просто спросить мнение вашего собеседника, как он относится к тому или иному вопросу. Вот просто, да, скажи, вот я вот только приехал, да, я еще некоторых вещей здесь не понимаю, расскажи вот, пожалуйста, про это, расскажи там про этого политика, что там у вас с этим произошло и так далее. Я хочу понять. И когда вы уже поймете отношения своего собеседника и уже в зависимости от того, в принципе, какие у вас взаимоотношения, уже можете строить свой разговор дальше. Но, конечно же, по возможности и оставляйте свое мнение при себе. Вам так будет здесь легче вливаться, потому что, опять, еще раз повторю, по большому счету, ваше мнение о местной жизни, оно мало кому интересно. Перестраивается Аргентина под вас, она не будет. Принимайте ее такой, какая она есть. И вот эти вот навыки, которые я сейчас выше перечислила, эти 7 навыков, они по большому счету необходимы при эмиграции в любую страну. А теперь давайте немножко сузим круг наших интересов и поговорим именно о тех навыках, которые необходимы именно в Аргентине. Итак, навык номер 8. На улицах города нужно быть будительным, нужно быть аккуратным. Да, я в других своих видео вам рассказываю, говорю о том, что по сравнению с большинством других стран Латинской Америки Аргентина достаточно безопасная. Да, это так. Но при этом, когда мы говорим о криминальной статистике, да, я же всегда говорю об убийствах, но есть еще такой факт, как мелкого воровства или крупного воровства. Поэтому, конечно же, нужно быть осторожным. Не нужно носить все золото мира на себе. Не надо одевать на себя золотые цепочки, которые очень легко срываются с шеи. Но, правда, это совет для тех, кто не хочет пережить острые ощущения. Если же вы любитель острых ощущений, если вы хотите, чтобы с вами что-либо подобное случилось, пожалуйста, одевайте все свои запасы, запасы фамильные, все свои драгоценности. Можете обратиться ко мне. Я вам расскажу, куда и как нужно ходить, чтобы вот эти приключения с вами случились как можно быстрее. Если же вы хотите только положительных эмоций от Буэнос-Айреса, от Аргентины, ну, будьте немножко поскромнее. И самое главное, соблюдайте бдительность и не шляйтесь по ночам в тех районах, которые на самом деле официально являются опасными, потому что большая часть районов Буэнос-Айреса прекрасна и безопасна. Вот там и ведите большую часть своей жизни, если вы приехали в Аргентину. Навык номер 9. Ну, это вообще специфика, четкая специфика Аргентины. Нужно научиться разбираться во всех курсах валюты, которых здесь очень много, чтобы потом не было мучительно больно за неправильный курс обмена долларов, евро или другой валюты, которую вы привезли с собой, или если у вас есть какие-то доходы за пределами Аргентины, и вы хотите потратить их здесь на благо Родины. Да, есть такая специфика в Аргентине. Просто нужно научиться с этим жить. Следующий навык, навык номер 10. Это научиться разбираться в криптовалюте, узнать все рецепты, как ее готовить, и самое главное, как ее обналичить. Этот навык вам тоже значительно поможет, особенно если вам нужно переводить деньги с территории России, откуда также международные переводы, очень и очень затруднены. Навык номер 11. Вы просто обязаны стать доктором колбасных обрезков. Как известно, мясо – это один из главных продуктов Аргентины. И, кстати, мясом в Аргентине называют только говядину. Свинина – это свинина, курица – это курица или птица, а мясо – это только мясо. Но, когда вы приходите в ресторан, когда вы собираетесь на какой-то пикник или пожарить мясо своими аргентинскими друзьями, они не будут говорить только слово «говядина», они не будут употреблять слово «мясо», они будут употреблять пару десятков названий разных частей вот этой вот говядины, и у каждых из этих обрезов, когда это называется «кортес», или по-русски «обрез», у каждого обреза есть свое конкретное название. И если для вас это все мясо или все это говядина, то для любого аргентинца это абсолютно разные блюда. Поэтому научиться разбираться во всех запчастях тела коровы – это один из самых главных навыков вашей адаптации в этой стране. Навык номер 12. Научитесь наслаждаться едой. Более того, научитесь прием пищи превращать в небольшой праздник в кругу друзей, в кругу семьи, чтобы наслаждаться разговорами, общением, обменом своих мнений и так далее. Потому что каждый большой прием пищи здесь уже по-разному. У кого-то основной прием пищи – это обед, у кого-то основной прием пищи – это ужин. Кстати, в Аргентине из-за того, что здесь всегда было много, проживало англичан, есть понятие «five o'clock», когда почему-то не в 5, а в полчетвертого обычно собираются в кафешках для того, чтобы выпить чаю с какими-то сладостями и поболтать с друзьями. То есть еда – это не только то, чтобы какой-то кусок положить в вашу голову. Еда – это для аргентинцев наслаждение. Вот научитесь тоже наслаждаться процессом еды. И тогда вам проще будет общаться с друзьями аргентинцами, когда вы. И их можете к себе в гости пригласить на обед и тоже порадовать их своими исконно любимыми какими-то русскими блюдами. Это будет интересно. Также вам будет потом интересно сходить в гости к аргентинцам или встретиться где-нибудь с ними в ресторане, в кафе и так далее. Когда вы понимаете, что это не просто прием пищи, а это прежде всего общение. Если вас куда-то пригласили в бар, ресторан и так далее, вас пригласили не просто насытиться, а вас пригласили пообщаться. Навык номер тринадцать. Научитесь планировать свое свободное время и свои отпуска. Дело в том, что Аргентина, она настолько прекрасная страна, что целой жизни не хватит, чтобы увидеть все ее самые красивые, самые уникальные, самые вкусные уголки. И вот чтобы полюбить эту страну, а для того, чтобы чувствовать себя в любой стране хорошо, ее нужно полюбить. Вот чтобы ее полюбить, ее нужно узнать. А чтобы ее узнать, нужно больше путешествовать. Вот планируйте время, например, каждый месяц, три-четыре дня я вылетаю в какую-то часть Аргентины. Это несложно, это не очень дорого, как может показаться, потому что в Аргентине в том числе есть и авиакомпании «Лаукосты», на которых летать недорого. И дальше уже в зависимости от вашего финансового положения, вы там выбираете или в хостеле остановиться, комнату где-то снять, или гостиницу пятизвездочную, и насладиться отдыхом в лучшем. Потому что, еще раз напомню, я уже говорила неоднократно об этом, что Аргентина входит в шестерку стран мира по предложениям лакшери-класса. Аргентина – это не только эконом-класс. В Аргентине вы всегда можете найти прекрасные отели в самых лучших и в самых красивых точках этой прекрасной страны, которую нужно изучать, чтобы ее полюбить и чтобы вам здесь нравилось жить. Это нужно прежде всего для вас, а не для страны. Навык номер 14. Не воспринимайте все за чистую монету о том, что вам говорят, старожилы среди русской эмиграции, которые прожили здесь 20, 25, 30 лет и считают, что их знания о стране являются истиной, последней истиной, и что то, как они видят эту страну, вот только это правильно. Потому что тот факт о том, что человек прожил столько-то лет в стране, говорит о том, что он столько-то лет прожил в стране. Все, больше ни о чем. Свой опыт о жизни в стране – это его опыт о жизни в стране и опыт его окружения. Вы не обязаны жить в том же окружении, в котором живут эти старожилы. Я не говорю, что ни с кем из них не надо общаться. Среди тех, кто сюда приехал много-много лет назад, огромнейшее количество интересных людей, с кем приятно общаться, кто, возможно, вам даже может где-то что-то подсказать очень интересное, полезное. Я говорю о тех, кто льет негатив на эту страну. Я вот здесь прожил, я знаю, как здесь все плохо, чего вы сюда претесь и так далее. Вот от таких людей нужно держаться подальше, потому что все, что они вам рассказывают, они вам рассказывают о своих неудачах, о своих личных неудачах. И это абсолютно никак не характеризует страну, и это абсолютно никак не может повлиять на то, как сложится именно ваша эмиграция в эту страну. Потому что, когда вы приехали в какую-либо новую страну, в том числе и в Аргентину, первый этап эмиграции – это ваш личный конфетно-букетный этап романа с этой страной. Если вы хотите отказаться от этого этапа, ну, пожалуйста, это ваш выбор. Заходите на форумы, вы там всегда себе найдете тех собеседников, у которых под мышкой всегда ведро с говном, и они с большим удовольствием с вами этим говном поделятся. И вот сразу – и ваши розовые очки опали. Вот как можно дольше сохраняйте свой навык смотреть на страну, в которую вы прибыли, в эмиграцию. Аргентина – это будет, там, не знаю, Испания, Соединенные Штаты, Австралия, Венесуэла и так далее. Как можно дольше постарайтесь смотреть на эту страну через розовые очки, и вы поймете, что жизнь намного прекраснее, чем вам кто-либо другой уже об этом успел рассказать. И, в принципе, из этого вытекает следующий навык, который у нас какой-то 15-й уже по счету. Отходите от негативных людей. Негативные люди, они как вампиры, они сосут из вас всю вашу энергию, и потом им станет лучше, а вам станет хореновее. То есть вот вы готовились в эмиграцию, вы долго об этом мечтали, вы подготовились, все там, чемоданчики собрали, документики подготовили, а у вас в голове какие-то новые вырисовываются картины вашей будущей жизни, и вот вы сюда приезжаете, с кем-то там знакомитесь из негативных людей, и полилось. Чего ты сюда приехал? Это опасная страна, здесь экономика разваленная, политики воры, тут грязно, тут бомжи, тут нищета, тут бомжи, тут бомжи, и мы так сидите и думаете, боже мой, правда что ли? Ну да, вон бомжи есть, ай, вон, ну да, здесь тротуар грязный, ну там собаки насрали, блин, квартиру нормально здесь не снять, какого фига я сюда приперся? надо? Лучше же посмотреть вокруг и увидеть, а боже, как классно, какие высокие тут пальмы, а на них еще попугаи живут, боже, сейба цветет такими прекрасными, я в раю, я живу в тропической стране, а вот эту квартирку я сниму, и обставлю ее точка за точечкой, точкой, вот здесь я увидел красивые магазины, с всякими няшками для интерьера, вот сюда я зайду, все вот это куплю, и сделаю у себя дома по своему вкусу, чтобы мне здесь нравилось, чтобы мне здесь было хорошо, здесь низкая минимальная плата труда, ну классный ништяк, значит я могу себе позволить, несмотря на любой мой доход помощника по дому, да, благодаря этому здесь дешевое такси, ну классно, зачем покупать машину, можно постоянно ездить на такси, и не заморачиваться этими вопросами, там техосмотр, там сломалась машина, или так далее, более того, просто можно нанять себе водителя уже с машиной, как я, например, делаю, и вообще мне это облегчает все вопросы, особенно когда эти водители, они из местных, из аргентинцев, и еще в процессе дороги общаемся, узнаю всегда много нового, интересного, то же самое, или когда я беру такси, я всегда общаюсь с таксистами, спрашивая об их жизни, где и кем они работают, потому что зачастую у них по несколько работ, особенно если мы говорим об Uber, меня потрясает вообще молодежь, которая работает на Uber, они обычно учатся где-нибудь в университете, днем там у дядюшки какого-нибудь подрабатывает на его фирме, а по вечерам, по ночам или по выходным еще подрабатывает в Uber. Вот сразу по-другому вы будете смотреть на этих людей, или, например, как я только приехала, когда первый месяц, и вливалась в особенности аргентинского диалекта, я очень много с таксистами, да, разговаривала на эти темы, ну вот взял ты такси, тебе ехать еще там смотришь 30-40-50 минут, время, чтобы провести с пользой для дела, начинала всегда разговаривать с таксистами и спрашивала некоторые особенности, а вот я знаю, что вот это слово, которое я там через раз употребляла в Испании, здесь его нельзя употреблять, поскольку я знаю, что оно вот это означает. А вот такую-такую форму, да, глаголов, как мне употреблять, чтобы не выглядеть глупо и так далее. То есть из всего, абсолютно из всего, нужно уметь находить выгоду, и тогда все в вашей жизни будет классно. В общем, вывод из всего и из этого, что я главное хочу вам донести, ровно столько, сколько вы будете находиться среди вот этих вот негативных людей, ровно столько же по времени у вас нифига не будет получаться в эмиграции. Как только вы обрезаете весь этот негатив, вы увидите, что жизнь сразу встанет у вас на новые рельсы, и все у вас прекрасно получится. Навык номер 16. В чужой монастырь со своим уставом не ходят. Запомните это вот раз и навсегда. Это касается эмиграции в любую страну, а в Аргентину в особенности. Полюбите страну, в которую вы приехали, полюбите ее жители, полюбите привычки этой страны, примерите их на себя и посмотрите, какую выгоду то или иное обстоятельство вам может принести. Уважайте людей, которые построили вот эту вот страну, которую вы выбрали для своего места жительства. То есть вы сюда приехали как гость. На первом этапе вы гость. Вы выбрали эту страну по каким-либо критериям. И эти критерии, они сложились здесь именно благодаря тем людям, которые здесь живут, жили раньше и будут жить, вне зависимости от того, останетесь вы в этой стране или уедете. Ах, да, я уже в начале видео об этом что-то говорила, но напомнить об этом лишний раз я считаю, это очень полезно. Не везите с собой березки в эмиграцию. Поверьте, среди пальм они будут выглядеть немножко нелепо. Полюбите пальмы. Очень красивые деревья, а еще у них попугайчики живут. Навык номер 17. Вы должны четко понимать, что вы, именно вы живете в том сегменте страны, который вы для себя выбрали. Аргентина, я не устаю это повторять раз за разом, это страна, где место есть для всех. То есть, если для себя вы выбрали в каких-либо целях проживание в маргинальном районе, то вы должны понимать, что все, что вас окружает, это только потому, что вы выбрали этот маргинальный район для своего места жительства. Я не говорю о том, что нельзя жить в таких районах. Это ваш выбор, это ваши экономические возможности, кто никто осуждать здесь не собирается. Мы все разные, у нас у всех разный потенциал в этой жизни, у нас у всех разный уровень энергии, способности зарабатывать. И поэтому каждый из нас живет так, как он умеет, так, как он смог сложить эту жизнь. Если же вы, у вас какие-то экономические, финансовые проблемы, вы не можете построить там свой успешный бизнес. В принципе, это нормально. И поэтому нормально, если для своей жизни вы выберете маргинальный какой-то район, где живут такие же люди, у которых в жизни что-то не получается, встречается, которые не смогли вовремя там получить образование, продвинуться и так далее. Среди них огромнейшее количество прекрасных людей. Их там большинство в этих маргинальных районах очень добрых, очень хороших, открытых людей. Но процент маргиналов там будет намного выше, чем если вы выберете для своей жизни какой-либо более успешный район в городе, если мы говорим о Буэнос-Айресе или каком-либо другом городе Аргентины. Поэтому, если вы живете в таком районе, то не нужно пинать на... Я что-то неправильно сказала, не пинать, хотя и пинать тоже. Не нужно пинять на страну. Это ваш выбор. Это ваше окружение. А страна, она может быть абсолютно другая. Она вообще, нельзя сказать, черная или белая. Взрослые люди это должны понимать, что Аргентина это страна Латинской Америки. Как еще у нас принято говорить, страна Третьего мира. То есть здесь есть все. Здесь есть нищета. Да, она есть этого. Никто не отрицает. А здесь есть криминал. Да, он есть. Но здесь также прекрасно есть место для тех, кто себя считает миддл-классом, средним классом, высшим, высшей ступенькой среднего класса или там низкой ступенькой среднего класса. Там офисный планктон, кто был там в России, например, да, там офисным планктоном, он как бы в этом среднем классе. Или если же вы смогли построить свой успешный бизнес. Если же вы, например, там айтишник, работаете на удаленке, у вас хорошие доходы, которые позволяют вам жить в Аргентине роскошно, можно даже так сказать. Потому что если у вас там заработок вот 2000 долларов в месяц и выше, то вы здесь уже переходите, можно так сказать, в класс люкс, в комфортный класс. Потому что за 2000 долларов или евро в Европе вы все равно еще будете оставаться середнячком. Вот в Аргентине на 2000 долларов вы уже себя можете чувствовать очень комфортно и даже говорить о том, что вы уже перешли на ступеньку люкс-класса. Поэтому характеризовать страну только по своему окружению не стоит, да, только по тому сектору, в котором вы живете. Потому что еще раз повторюсь, это тот сектор, который лично вы избрали для своей жизни. И это никак не характеризует эту страну, потому что в этой стране есть разные секторы жизни для людей любого финансового уровня. Аргентина – страна для всех. И здесь я хочу добавить, что если вы встречаете людей, которые жалуются на то, что они живут в этой стране не так, как они хотели бы, это абсолютно никак не характеризует эту страну. Возможно, они вообще ищут такую страну, которой на карте мира не существует. И по многолетнему опыту общения с эмигрантами, по многолетнему опыту просматривания форумов эмигрантов абсолютно всех странах мира, я могу сказать, что вот таких вот мечтателей, которые ищут какую-то свою страну с радугой, где можно скакать на пони и на единорогах по вот этой вот розовой радуге, их огромное количество таких людей. Просто есть такие люди, у которых ожидания о стране не совпали с реальностью, с увиденным. Страна в этом не виновата. И на этом у меня сегодня все. Еще раз повторюсь, что вот эти 17 навыков, о которых я сегодня вещала, это мое видение на жизнь в Аргентине и мое видение на эмиграцию. Оно не обязано совпадать с вашим. Свое мнение вы можете написать вот там, вот в комментариях. И также не забывайте писать ваши вопросы об эмиграции, о жизни в Аргентине, о туризме в Аргентине. Самые интересные вопросы я, как всегда, буду отбирать и отвечать на них в моих видео. Я время от времени записываю видео, в которых я отвечаю на ваши вопросы. На этом у меня сегодня все. Всем пока-пока. С вами была ваша Елена Вивас. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok